Привет, Украина! Сегодня решается судьба одного из самых незаметных постов мировой политики. Сегодня выборы президента Австрии. Сегодня очень важный день, ведь президент Австрии это очень важная персона. Вот посудите сами, сколько дел успел он переделать. Какое громкое имя! А как его зовут, так сказать? Ты тоже не помнишь? В общем, какая разница, был и был, что его вспоминать. На самом деле бывшего президента Австрии зовут Хайнс Фишер. И самим австрийцам не очень-то нравится, что имена их президента среди всех европейских лидеров никто не знает. В местных новостях встреча Фишера с немецким канцлером иногда начинают следующими словами. Сегодня Ангела Меркель встретилась с каким-то мужчиной. Явка на выборы президента с каждым годом понижается. И политтехнологи тщательно подходят к поиску решений данного вопроса. Хотя решения знает каждый украинец. Вы гречку раздавать пробовали? Четверо из шести кандидатов являются пенсионерами. То есть у них есть очень богатый опыт, как ругаться в госучреждениях. Итак, дорогие друзья, прошел целый месяц и сегодня второй тур президентских выборов в Австрии. По этому поводу я даже побрился и снял с себя кожаную куртку. Осталось всего лишь два претендента. Это Норберт Хофер и Александр Фандерпеллен. То есть, как вы понимаете, победит либо молодость и красота, либо Александр Фандерпеллен. Кстати, в первом туре на последнем месте оказался кандидат по фамилии Люгнер. Учитывая, что Люгнер в переводе с немецкого «лжец», этот факт особо ни у кого не вызвал удивления. Дорогие друзья, только что были оглашены результаты выборов. Победил 72-летний Александр Фандерпеллен. Может быть, хоть на него Меркель не сможет голос повысить. Она ему все-таки в дочери годится. С вами был Клим Терехов. Австрийско-немецкое бюро «Чисто Ньюз». Делайте только правильный выбор.